МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святай служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите у этого выпуска. История белорусской нафтоздобычи в сучасных техничных решениях. У речицы после реконструкции открылся корпоративный музей. Петриков при Гажей-Навачах у городе проведена, мабуть, самая масштабная за его шматвиковую историю реконструкция. Подары им шанс у Гомелі пройшла добраченная акция по пошку господаров для бездомных живел. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Интерактивные панели, дырарамы и раритетные речи. Сегодня после реконструкции у речицы открылся музей, в котором адлюстрована история нафтоздобычных этого региона. Он размещанный у Палаца культуры и техники «Нафтовик». На урочистостях побывала Марина Джалая. История музея больше 20 годов. Его открыли в 1998 году, он раздобычный 100 миллионов тонн нафты. За этот час музей пережил три великые реконструкции. Первая была в 2006-м, когда означали 40-летие объединения Беларусь-нафты. Затым в 2016-м, после святкования полевикового юбилея. И зараз до 55-ти годзе. 55 лет истории предприятия. От освоения беларуского региона, успешной экспансии в Западную Сибирь, до сегодняшнего присутствия практически во всех уголках нашей планеты. От организации буквально в пару боровых компаний до национальной государственной компании «Беларусьнефть». Это все сегодня современный музей, который мы открываем. Соправданная знаходка для невеликой музейной площади – интерактивные панели. Их можно наполнять любой актуальной информацией. Побожь – диорамы. Модели основных будинков Беларусь-нафты с яркой подсветкой, центр и упроухоживание музея. Диорама, на которой изображены основные объекты, отражающие производственную деятельность нашей компании. Это буровая установка, голубинный штанговый насос, установка подготовки нефти, беларусский газоперерабатывающий завод. Самая большая в республике Беларусь – фотоэлектрическая станция, которая была введена в эксплуатацию в 2017 году. Нефтебаза, автозаправочная станция. Мы работаем в замкнутом производственном цикле – от скважины до АЗС. Реконструкция продолжилась поугода. Удвоя больше часу пошло на створение концепции музея. У Гомельской области корпоративный музей такого типу один и один из двух на территории всей Беларуси. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель» – Зречицы. У Петрикове подошла до конца реконструкция, якая стала самой масштабной за шматвиковую историю города. Поколь яше застаются кропковые работы у основным на объектах в уличнодорожной сетке. Однако подводить выники можно уже зараз. Усяго за некольки месяцев невеликий районный центр изменился до непознавальности. Проведены упорадок фасады будинков, одрамонтованные навышальные установы, доброупорадкованная центральная площадь, городский парк. З'явились новые места для отпочинку и занятков спортом. Петриков наведал наш корреспондент Дмитрий Котов. До выполнения масштабного комплекса работы Петриковые приступили к красавику. Над новым обличчем города працавали сотни будовников, дорожников и коммунальников. Некольки напруженных месяцев и реконструкция практически полностью завершена. Застаются только невеликие участки. До приклада, вот это на скрыжевании улиц Гагарина и Коммунальной. Тут рыхтуют пляцовку под новые парковочные места. Сейчас транспорта у людей много частного. Плюс в город сейчас прибывает много людей, которые заняты на строительстве и в дальнейшем будут работать на Петриковском калийном комбинате. Количество транспорта увеличилось. Транспорт требует размещения. Поэтому в городе появилось очень много парковок. Работы протягиваются еще на некольких улицах райцентра. ЦАЛ Кам'яны повинны быть завершены у Снежни. Еще 100% они завершены. Сейчас мы заканчиваем придомовые территории. Заканчиваем текущий ремонт улиц по городу Петриково. Ну там остатки остались. И завершаем. Вот подписи. Вчера мы подписали областное ГАИ заключение по нашим улицам, где мы работали. Улица Первомайская, улица Гоголя. Однако головная зроблена и тому можно подводить выники уже зараз. Петриков изменился кардинально. Адрамонтованы объекты жильевого фонда, доброупрадкованы дворовые территории и места отпочинку. Велизарная праца проведена во установах адукации и оховы здоровья. Модернизованный городский кинотеатр Беларусь. Тут адреставровали три залы, закупили лишь бы обсталявания, усталявали сучасную гуковую систему, новые креслы. Становшие изменения закранули и центральный парк. Тут появились новые пешеходные дорожки, зоны отпочинку, детячая плясовка. У списка наибольшь долгочаканных объектов городская гостиница. Старому будинку давно потребна была реконструкция. Тут целиком заменены все инженерные коммуникации, в окна и двери, сделаны внутренний ремонт. 20 номеров стали комфортными и утульными, отправляющими всем сучасным стандартам и потребованиям. Постепенно, уже после долгого ремонта, практически в течение полугода, гостиница начала функционировать, появляются первые посетители, объект входит в свою повседневную работу. Не забыли подчас реконструкции Петрикова и про спортивные объекты. История этого стадиона, до речи, довольно непростая. Реконструкцию спробовали организовать ни одной, но не хватало сродков. Выращальным стал этот год. Футбольное поле со штучным покрытием, тренажерные залы, беговые дорожки, сауны и гостиница. Отрымался целый новый спортивный комплекс. Очень рады, так как давно нуждались в таком здании, в таком стадионе. Это для наших горожан просто подарок. Подарок, которого очень давно ждали. Реконструкцию Петрикови дозволила кардинально изменить в облик города. Дякуючи намаганням будовников, дорожников и коммунальников, райцентр стал большь пригожим, утульным и сучасным. Зараз головная берахча, гэты подарунок, гонариться своей малой родимой и клопотиться про ее. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель с Петрикова. Без официйной посады, але с полномодствами. Некальки годов тому в Следшем комитете заявилися позаштатные супрацовники. Сегодня они працуют во усих отделах кожного региона. Какие у них обовязки и как эта праца допомагают в жизни, доведилась Вероника Гамзюкова. Позаштатные следствия появились в нашей стране в конце 2016 года. В метах этой практики – отбор профессийных кадров злик у наибольшь здольных кандидатов. Пройти стажировку в Следшем комитете может любой полнолетний беларус, у которого есть юридическая эдукация, альбой он отримливает ее. Кандидат должен иметь становочную характеристику с места працы, с учебы, а также в его биографии повинны отсутничать криминальный и администрационный пераслед. Введенный в конце 2016 года Институт внештатных сотрудников Следственного комитета на сегодняшний момент – это действенный механизм ранней профориентационной работы, которая осуществляется у нас на местах. Потому что в период деятельности кандидата в качестве внештатного сотрудника он имеет реальную возможность ознакомиться со спецификой работы следователя, познакомиться с коллективом. Ну а коллектив и руководитель следственного подразделения присмотрятся к нему и изучат его деловые качества. Тем самым примет для себя решение, необходим ли такой молодой специалист в дальнейшем следственном подразделении. У Гомельской области за три годы стажировку пройшли 107 человек. 25 из их стали супрацовниками Следчего комитета. Кандидаты узнаемятся спецификой и умовами працы следших. Им допомагают набыть профессийные навыки и применять теоретичные веды на практице. В мою работу входит осмотр вещдоков. В этом ведомстве я только недавно, и поэтому некоторые задания мне могут сейчас не доверять, но в дальнейшем вполне. Вядома застаются на стажировцы в Следчем комитете далеко не все. Коли кандидат начинает нет байна ставиться до обовязков, его отличают. Однако, коли у стажера есть жадания, его зауважают и доручают больше отказные задания. Это приобретение знаний и навыков, которые просто необходимы для того, чтобы непосредственно приступить к работе. Особенно, если есть желание и привлекает эта работа. То есть, это обязательно. Без этого, ну, я считаю, что не получилось бы так работать и вникнуть в работу в эту непосредственно. Это очень интересно, увлекательно в плане получения знаний, помощи в университете в том же, потому что знания приобретаются на практике, а университет все-таки эти навыки не дает практически. Виктория Васильевская в Следчем комитете трапила как практикант. Профессия ей сподобалась, и она на протягу года была волонтером и оказывала посильную допомогу. Коли появилась мягчимость посправить свои силы в роли позаштатного супрацовника, одразу погодилась. С часом девчина сразумела, шлях следчего – это я. Сегодня она расследует гучные коррупционные справы. Теперь Викторию ставить упрыклад доброохватникам. Виктория Васильевская из числа молодых следователей, прибывших к нам для прохождения службы из Гомельского городского отдела. В настоящее время она зарекомендовала себя уже к сегодняшнему дню с положительной стороны. Она участвует в расследовании не самых легких уголовных дел. Сажировка в ведомстве безумовно мает свои плюсы. Коли на одну вакансию отгукнутся некольки человек, то прайоритет будет у того, кто был позаштатным супрацовником. Как трапить урады доброохватников следчего комитета, треба звернуться у отделения СКА по месту жихарства. Человекам проведуть гутерку и призначать ему куратора. После чего кандидат может приступить до працы. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». В Гомеле в 14-й раз пройшла добрачная акция «Подары им шанс». За весь час ее проведения головная мета засталась незменной – знайсти для бездомных котов и собак новых господаров. В этот раз пошансовала 16 пухнаты. До лесу живел не засталися обыяковыми и наши корреспонденты. Она попала ко мне в очень ужасном состоянии. Была вся гнилая лапка, было много опарышей, мы вымывали, ездили в клинику и потом ей ампутировали лапку. Это особенная кошечка. Активная, как все подростки. Вот она какая у нас красавица. Зараз на Гомельщине нема ни одного официального притулку для живел. Законодавча система их финансования не предугледжена. А тому кинутих живел волонтеры громадского руху «Подары им шанс» тримают у своих каватерах и, звичайно, за властный кошт. По этой причине яны не отмывляются от допомоги людей, не обыяковых до лесу котов и собак. Подчас проведения доброчинной акции працует палатка, где принимают корм, леки и амуницию, накшалт на шейников и специальных шампунях. Волонтеры ледь знаходят шанс, как похудрить с журналистами. Оказывается, у Гомеля соправда и шмат людей с добрым сердцем. Спасибо огромное, помогают. Мы сегодня просто тут уже очень быстро все принимаем, фиксируем. Идет куда? На передержках к животным, которые находятся на передержках у наших волонтеров. Многие подкармливают уличных просто на улице животных. На этот раз в делу доброчинной акции проймают скаля 60 котовых собак. Не глядячи на распространенную думку об их спродвечной ненависти, проблем во взаимоотносинах по межживеламе не возникает. Урештек, кожно жадает знайсти своего господара и стать полноправным членом семьи. Собака – это не спонтанное решение. Мы готовились к этому. Дочка захотела конкретно взять вот такой благотворительной акции. Хотели маленькую собаку. Взяли кота. Любовь кота хотели. Просто он сразу пошел на руки. Как он сидел. Значит, он легко ко мне привыкнет. На первые дни Нового года волонтеры доброчинных руху «Подарим шанс» наведают дамы-интернаты для состарелых и инвалидов. Это уже традиция. И снова по традиции, разом с ними будут вырытыванные живелы. За выключением тех, кто в вынику проведения акции знайшел своих господаров, яких они будут любить, щиро и бескорыслево. Примерно 20% животных, которых забирают с акции. При хорошем раскладе 30-40. Но зачастую большой поток животных пристраивается уже после акции. Потому что люди, которые, например, работали, не успели прийти на акции, они созваниваются с нами и забирают животных уже после акции. Олег Сентюров, Ганна Коральчук, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Выхование фотомастатства. Сегодня у «Гомеля» ознагородили финалистов областного этапа республиканского фотоконкурса «Мой край родный». Проводится творшее с поборництва сирот-зятей, которые находятся под пильным контролем комиссии по справах неполнолетних. «Гомельшина» самобытная, с пригожими краевидами и ширыми на усмешку людьми. Минавито таким бачать свой родный край гэтые 13 хлопчиков и девчонок. На зробленных ими фотосдымках захаваны литерально моменты, які однойче их уразили. «Когда я была в деревне, помогала бабушке, заметила такой красивый пейзаж и попросила у брата фотоаппарата, чтобы сфотографировать. Не удержалась». Портреты, пейзажи, репортажные сдымки. Удзельники представили на сам рэч разностайную палитру жанров фотомастатства. Уразили так само колькостью досланных работ. «Сегодня наши члены жюри признали, что действительно выбрать из такого количества работ, а их было больше 600, лучших очень сложно. Поэтому две возрастные категории отличились у нас в географии просто великолепной. От маленькой наровли до областного центра». Тематика работ разнообразна, вплоть до взаимоотношения поколений, до каких-то архитектурных зданий, до быта белорусских деревень. То есть, да, дети вложили, кажется, душу в эти фотографии. И, конечно же, те, кто прошел финал, это достойная победа». Уже завтра работы наших финалистов отправятся у столицу представлять наш регион на республиканском этапе конкурсу. Гомельский городский молодежный театр представил премьеру детективу «Опошняя справа инспектора Рафинга» по пьесе американского драматурга Дона Нигра. Напруженность расследования у постановцы выдатно уживается с легкостью и веселостью тексту. «Раньше в Вене вы работали гувернанткой в доме Клипштейнов. Это так?» «Допустим». «Почему вас уволили?» «Меня не увольняли. Я ушла». «Почему?» По сюжете у одособленной особняку, яким проживают пять жанчин, приезжает инспектор Рафинг. Ему треба высветлить, что отбылось у доме. Забойства – теньяшасный выпадок. Сторонних у особняку не было. Злочинство могла учинить только одна из жанчин – классичный закрытый детектив. И чем ближе инспектор подыходить до развязки, тем больше заблытиной оказывается ситуация. На вот самый досвеченный аматор детективов до финала спектакля не сможет отказать на холодные питания. «Это моя вторая встреча с американским драматургом Доном Нигра. Первую я поставил в Могилёве по пьесе его «Купание с акулами» у нас так называется. А это, в принципе, называется оригинальное название «Рейдвинскрофт». Дон Нигра – он много планов. Он не пишет просто, вот если драма, так она драма, если трагедия, так она жесткая трагедия. Нет, он как бы смешивает все жанры и, естественно, в этом есть своя прелесть. Дон Нигра – сучасный американский драматург, аутер больше чем 450 пьес. Его творы ставят в театрах усяго света, у Тымліку на экспериментальных пляцовках. Это и другие новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Два человека в минувшие выходные были смертельно травмированы железнодорожным транспортом. ЧП зафиксированы в Гомеле и Светлогорском районе. Накануне вечером около половины 11-го в 40 метрах от третьей платформы станции Гомель обнаружен труп 51-летнего жителя областного центра, который предположительно был смертельно травмирован поездом. На место происшествия в составе следственной оперативной группы выезжали сотрудники милиции, Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз. По факту происшествия проводится проверка, изучается список поездов, следовавших по станции, опрашиваются работники железной дороги. Назначена судебно-медицинская экспертиза погибшего. Днем ранее дизельпоездом сообщением Калинкович и Жлобин на пешеходном переходе станции Останковичи травмирована переходившая железнодорожные пути 59-летняя жительница Светлогорска. Для транспортировки пострадавшей в районный центр, где могла быть оказана квалифицированная медицинская помощь, женщину поместили в вагон этого же поезда. Однако в пути она скончалась от полученных травм. По линии ГАИ прошедший уикенд также не обошелся без происшествий. В пятницу примерно в 17.30 43-летний водитель двигался на автомобиле Hyundai Elantra по хозяйственной аллее в Гомеле. В районе остановки общественного транспорта локомотивное депо столкнулся с рисовым автобусом МАЗ, следовавшим в попутном направлении. Водитель в нетрезвом состоянии из-за неправильно выбранной скорости движения, а также не учел дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, совершил столкновение с автобусом МАЗ. В результате столкновения водитель легкого автомобиля получил телесные повреждения и был в бессознательном состоянии госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы. В субботу на воскресенье примерно в час ночи на химзаводском кольце перевернулся автомобиль. Иномарка, по всей вероятности, ехала на очень большой скорости. Ударившись в бордюр, на кольце автомобиль снес бетонную осветительную опору, поломав ее в нескольких местах. По приезду сотрудников ГАИ водителя на месте не оказалось. Проводится проверка. А 1 декабря в Рогачевском районе примерно в 18 часов 24-летняя девушка, управляя автомобилем Рено Лагуна на 193-м километре автодороги Кричев-Бобруйский-Воцевичи, во избежание столкновения с гужевой повозкой, выехала на полосу встречного движения. Не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, где опрокинулась. Пострадали двое пассажиров авто. В воскресенье на Гомельщине сгорели два автомобиля и детский велосипед. В деревне Кармаельского района огнем полностью был уничтожен опель. Еще один опель стал жертвой огня в Гомеле. Пожар случился около половины шестого в гараже по улице Свободы. Хозяин по предварительной версии пытался зарядить аккумулятор автомобиля. По прибытию подразделения МЧС наблюдалось задымление внутри гаража. В результате пожара поврежден автомобиль и имущество в гараже. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, рассматривая версии нарушений правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. А вот трехколесный детский велосипед в Брагине, по всей видимости, кто-то поджег. С огнем успели справиться до приезда спасателей. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Завершился чемпионат Беларуси по футболу высшей лиги. Мозырская славя на выезде обыграла Витебск 2-0. Голы на счету Чухле и Потапова. Победа позволила мозырянам подняться на восьмую строку в итоговом протоколе. Чемпионом страны, напомню, стала Брестская Динамо. Футбольный клуб Гомель финишировал на пятнадцатой строке и покидает элиту. Зелено-белых и столичная торпеда заменят Смолевича и Белшина. За еще одно место вышки поспорит Днепро из Могилева и Брестский рух. Гомель и Жлобинский Металлург завтра проведут очередные поединки чемпионата Беларуси по хоккею в экстралигиям. Столевары ждут в гости столичную юность. Рысина домашним льду сыграет с Гродненским Неманом. В минувшем туре Гомель в гостях уступил Шахтеру 1-2, а Металлург был бит Неманом 1-5. Мужской гонбольный Гомель добыл третью победу в чемпионате страны на домашнем паркете. Подопечные Сергея Цыганкова взяли верх над Гродненским Кронаном. По итогам первого тайма на табло цифры были равными 16-16. После перерыва лучше смотрелись хозяева, сумевшие оформить победу 35-28. На этой неделе Гомель проведет еще два домашних поединка. 6 декабря против БГК, 8 декабря против СКА. Повержены команды с берегов Буга. Гомельская энергия в очередном туре чемпионата Беларуси по волейболу в сильнейшем дивизионе на выезде встречалась с командой Западный Буг. Гости отдали хозяевам только один сет. 3-1 победа энергетиков, которые в турнирной таблице располагаются на третьем месте. В элите женского чемпионата страны Мозырская жемчужина Полесье принимала у себя другой брестский коллектив Прибужье. Лидер турнирной таблицы, не знавший до этого поражения, не смог ничего противопоставить хозяйкам паркета. Жемчужина уверенно взяла вверх 3-1, Мозырянки вторые в табли о рангах. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.